Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать, тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников, какие видосы планироваться, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать, так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов, так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Осторожно, ненормативная лексика. Данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо и несет только развлекательный характер. Все материалы взяты из открытого доступа в интернете. Ссылки на источники в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет видео-реакция на два видоса, связанных с каналом Pretty Channel, но при этом от других авторов. Напоминаю, что в этом видео я просто смотрю, делюсь своими мыслями, мнением и никоим образом никого ни в чем не обвиняю, не выгораживаю. Это просто запись обычной реакции, так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаевочек и давайте начинать. Так, все, я все настроила, давайте же смотреть это. Мне очень понравилось, кстати, как был отснят этот видеоматериал, в этом плане мне прям зашло, и несмотря на всю бомбезность у авторов этого видео, они старались максимально не переходить за свою планку. Потому что я прям чувствовала их напряжение, как они как бы хотели вроде бы высказаться, но при этом как бы ну-ну-ну, надо же как-то держать себя в руках. Я лично это ощущала на протяжении всех видео. Значит, первый видос у нас, если я назову неправильно ударение или название канала, я искренне извиняюсь, но канал называется Павучина, насколько я помню. И первое видео как раз мне и скинули знакомые, поэтому давайте его посмотрим. Да, я, наверное, буду ставить паузу. Да будет мясо, да пойдут отписки, но оно того стоит. Приветствую вас на канале Павучина. Вы все меня знаете как достаточно спокойного блогера, который лишний раз в говно не полезет. Однако, на этот раз сил моих больше не осталось, терпеть уже невозможно. Сегодня мы с вами поговорим о достойном контенте, а также о недостойном. Назвала это видео я не просто так. Думаю, многие из вас уже поняли личность, которую мы обсудим. Пусть для нее это будет черный пиар, а для меня какая-то хайповая тема, но я хочу сказать об этом. Здравствуйте, миленький канал! А такой ли он миленький? Давайте разбираться. А у меня глаза терпятся. Это имя знает почти каждый из вас. Многие подписаны и любуются ее творчеством. А что стоит за всей этой сказочной картинкой? А я вам сейчас расскажу. Не знаю, стоит ли упоминать то, что она на своих стримах откровенно называет людей даунами и всякими-всякими. Причина чего является личное предпочтение человека купить себе фриза и восхищаться этой лошадью. И которые по им подписчики по мастям у тенниси почему-то выгнал гнидое яблоко. Гнидое. Какой да, он ее любит, я не знаю. Так что она обливала говном тех, кто покупал не ту масть той или иной лошади. Обливала говном иконоблоги. Но это все было терпимо до тех пор, пока... Я один раз случайно, когда листала короткие видео в ютубе, мне высветилось видео про эти ченнелы по поводу... По-моему, оно называлось «Топ непокупаемых лошадей». Я не помню, сколько там было пород, но меня удивил тот факт, что в этом топе точно был темный хафлингер. И я очень сильно удивилась, потому что, по-моему, темный хафлингер, он как бы очень хорошо продается. Его берут клубы, его берут на соревнования по Котильону, если я не путаю. И там еще какие-то были... А, дартнурские пони какой-то масти. И, в общем, там были половины этого списка, этого топа. Это те лошади, которых, наоборот, берут. И вот после этого я, когда скинула это видео своим соклубникам, я спросила. Я, может быть, чего-то не понимаю, но в этом списке половина лошадей, наоборот, в топе по покупкам. Потому что я их очень часто вижу. Вот, и мне объяснили, что у нее почти все топы. Это как раз ее личное предпочтение, которое ей не нравится или которое ей нравится. Был какой-то момент... Ну, как бы я сижу в ВК, мне пишет соклубница, которая бомбит, бомбит. Причем в таком прям бомбяжном просто огне по поводу стрима Pretty Channel. Я спрашиваю, что случилось. А они знают, как бы, что я не смотрю ее канал. И они мне сразу говорят время. Что, мол, зайди, отмотай туда-то и, мол, послушай. Вот, и скидывают. Но так как друзья, соклубники, родная семья, грех как бы сказать да и не посмотреть. Поэтому я ходила, смотрела, отматывала на нужный промежуток. И, да, действительно, то есть с ССОшников она ругает. Прям, ну, даже покрывает. Прям, я просто не знаю, как это еще сказать так, чтобы... Чтобы прям вообще не перейти свою личную черту. Ну, в общем, да, действительно, добрыми словами она с вами. И получается, что о самой себе, потому что она тоже ССОшница, в хороших словах и добрых, видимо, не говорит. Это было очень странно. Но, как бы, я мнения не высказываю. И потому что, ну, это просто был секундный момент, который я увидела. Но все равно мне было лично неприятно. Ни за себя, ни за своих соклубников. И вообще, вообще. Дело не коснулось сериалов и фильмов. Итак, уважаемая публика. Думаю, для тех, кто сидит в моем ТГ, не секрет, какое количество сил и времени было потрачено на создание моего сериала «Рейнджеры». Создатели в нашем секторе. И починьте их там, где потребуется. Ночью был сильный ветер. Так что они могли не выдержать. А женской половине задание проще. Собрать нужные растения для ветврача. Он попросил несколько видов трав для настоек. Он на что, травами лечить собрался? А ты что, лечишься у ветеринара? Кому было неясно про дежурство пешком? Сейчас устрою. И Мэтью, замени уздечку. У нас работа, а не цирк. Уйдите с глаз моих. Туви, список трав я отдала тебе утром. Будет сделано. Хочу сказать, что это действительно сложный проект, но достойный. Каких на СНГ Ютубе единицы. Однако, должным образом его не оценили. И на первой серии едва набралась тысяча просмотров. Но это не остановило проект. Он все еще снимается и движется к логичному заключению. Вы спросите, Паук, да при чем тут твой сериал и Алина? А я вам сейчас ставлю кусочек с ее стрима, который уж больно пафосно втаптывает в грязь творчество многих и показывает истинное лицо Претти. Не могу смотреть на эти вонючие сериалы. Я, извиняюсь, что сейчас обсираю все сериалы в Старстейбл. Но, ребят, я не увидела еще ни одного годного сериала в Старстейбл. Какая-то парашек, какие-то микрофоны там. Какая-то, какая-то фигню, короче, снимают. Вот, вот мой фильм «Чемпионка» собрал больше всех просмотров, чем эти обоссанные все сериалы. Поймите это. И, типа, можно замутить еще один фильм, но при условии... При условии. Охота, конечно, заработать с этого фильма, чтобы, ну, как-то, какая-то мотивация была снимать фильм, да? То есть, чтобы была у Алинки мотивация снимать эти фильмы, эти фильмы, да? Я вас хочу попросить... Я могу снять фильм при условии, если вы этот фильм посмотрите через VPN. Если посмотреть через VPN, вы дадите мне... Ну, как бы не дадите, а я заработаю с этого денег. То есть, я, грубо говоря, фильм не забесплатно сделаю, да? Потому что, ребят, это, это очень сложно. Что же мы с вами можем вычленить из данного отрывка? Что она хочет денег? Что она будет делать и дальше свой контент только тогда, когда он будет окупаться? Бабки-бабки. Как говорил Жириновский? Доллар, доллар, доллар. Это грязная зеленая бумажка, блин. И как после этого народ продолжает любить и поддерживать? Я забыла, что я хотела сказать. Нет, все мы понимаем прекрасно, что в связи с санкциями любому абсолютно ютуберу, не только ССО, монетизация закрыта и она поступает только если в ваши видео, которые как бы попали, и на них действует монетизация. Ютубер получает с них доход только если его видео смотрят в АПН. В АПН. В АПН. В АПН, неважно. Вот. Это понятно. Мне немножечко не понравилось, как она преподносит то, что, да, она как бы не против снять фильм, заморочиться, найти людей, там, режиссеру составить, сценарий, видеооператоров несколько явно понадобится. А что она не против заморочиться, но, мол, вы вначале заплатите, но вы мне не заплатите, но вы мне заплатите. И я тогда, мол, его сниму. Вот хорошо. Ну, не хорошо, но допустим, но просто тогда в таком случае, сколько конкретно на это она считает нужны денег, на то, чтобы снять фильм. И получается, что если она снимает фильм, то она обязательно должна будет, вот, то, как она это преподносит, то она обязана будет указать всех, кто участвовал в съемках этого фильма. Это, там, режиссеры, сценаристы, кто был актерами, кто массовкой, кто кого озвучивал. И, следовательно, каждому из участников данного проекта действительно нужно будет что-то, денежку какую-то заплатить. Потому что, ну, сериалы это обычно, да, это такое вот чисто меж собой, по своему желанию, по вдохновению, там, снять какой-то интересный сюжет или историю и показать это все другим ССОшникам. Это все понятно. А тут, ты говоришь, что снять фильм, большой целиковый фильм, и, как бы, тогда нужно много людей сделать это качественно. А за такую долгую, трудоемкую, тяжелую работу, людям что-то дополагается. Здесь, мне кажется, одним спасибо сыт не будешь. На чем основана такая любовь? Для меня это загадка. Однако, ее аудитория растет с каждым днем. Назовите это завистью, ведь мои полторы тысячи подписчиков отдыхают в сторонке. Я, кстати, вот, да, я забыла еще что сказать. Я никогда в своей жизни в ССО, по ССО не смотрела сериалов. Просто потому, что, как бы, во-первых, было некогда когда-то, когда я только начинала. Я училась в колледже, потом учеба, работа. Да и, в принципе, у меня настолько хорошее воображение, что мне достаточно просто засесть в метро, и у меня в голове там уже такое кино начнется. И поэтому, как-то, я особо в ССО не смотрела ни сюжеты, ни сериалы. Но могу сказать точно, что вот тот фрагмент, который вставили в этом видео, вот, про рейнджеров, я ни разу его не смотрела и не видела, вот, только в этом видосе увидела. Снято красиво, снято хорошо, и даже не зная сюжета, просто вот этот кусочек. Я, когда в первый раз включила, я сижу такая... А что дальше? А что дальше? Вряд ли я, конечно, буду смотреть этот сериал. Но просто, вот, как отснято, какие кадры, ракурсы, это прям, ребята, заморочились. Это прям молодцы. И у меня, кстати, тоже до недавнего времени было полторы тысячи подписчиков. Сейчас, по-моему, примерно столько же, сколько и у данного ютубера. Да, в принципе, честно, мне никогда не важно, у кого сколько подписчиков. Но у меня всегда было подозрение, что про эти ченнелы их неимоверно много. Потому что сколько лет я, там, если мне скидывали ее канал, зачем-то зайти, посмотреть что-то, то каждый раз там были такие гигантские цифры, что это всегда выглядело как-то слишком подозрительно. Вот на данный момент у нее там 36, по-моему, тысяч. И покажите мне хотя бы одного ССОшного ютубера, у которого... Нет, нет, не так, неправильно говорю. Покажите мне градацию ССОшных СНГ ютуберов от полторы тысячных и выше, где есть 10 тысяч, 20 тысяч, 25 тысяч и еще кто-то около 30 тысяч. Если будет вот эта вот равномерная ступенечка, то тогда я поверю. Но просто я не слежу за ССОшными ютуберами. У меня как бы... Я просто такой человек, что если я что-то снимаю, то я маловероятно, что буду смотреть кого-то в этом же... В этом же зоне роди деятельности. То есть если я снимаю по ССО, я, честно, никого не смотрю по ССО. Вот вообще! Только если мне что-то скидывают посмотреть сама лично... Я в последний раз смотрела каналы именно по ССО до того, как начала активно сама снимать. Ну, потому что некогда. Ты обычно сам все снимаешь, ты устаешь, и ты думаешь, либо я устал, мне нужно пойти отдохнуть от ССО, либо мне нужно пойти в ССО заняться своими делами. Вот. Ну, как бы не в обиду другим ютуберам, но просто я думаю, меня поймут творцы, что если ты что-то делаешь в какой-то деятельности, то ты вряд ли будешь смотреть и мониторить других. Если только ты как раз не следишь за ними. Мол, как у них? Как у них? Что они делают? Как они делают? Сколько у них там подписчиков, лайков? Мне лично вообще все равно. Мне главное заниматься своим любимым делом, своим каналом. Но давайте на чистоту. Ни один уважающий себя человек не смотрит Алину с целью восхититься. Один и тот же пресет уже долгое время, хотя Алина является обладателем мощного ПК. Да и из тех денег, что ей донатят, уже приобретено наверняка многое дополнительно. При этом вложение труда в свои проекты минимальное. Даже фильмы, которые снимала Алина, я не могу назвать достойными. Саша, как ты так нас могла обогнать? Ты просто потрясающе бегаешь. Мы просто с маленьким желанием много тренировались. Но как бы такого добились? Все очень просто. Много тренировок и нужно верить себя и свою лошадь. Этому я научилась в Марии Свитхол. Съемка, озвучка, да даже сама идея. Чувство, что снимали чисто на ходу без сценария. Одним днем, блин. Эстетики, приятные для глаза, видео ноль. И я могу давать такую оценку, потому что я сама снимаю и знаю, сколько нужно вложить для хорошего итога. Я уже молчу о том, какие ляпы мы видим в фильмах. Уздечка с рогами на Сареву по выездке? Серьезно? Что я хотела всем этим сказать? Да то, что пора бы уже снять розовые очки и оценить творчество Алины здраво. И ее отношение к чужому творчеству тоже. Вы скажете, а в чем ты лучше нее, если сейчас обсираешь ее фильмы? А я вам отвечу так. Спрос рождает предложение. И если она думает, что только ей подвластно лить говно на других, пусть публично получит это говно в ответ. Она уже обосрала многих. И тех, кто снимал покупки старых лошадей, влогеров и просто своих же подписчиков. Так вот, думайте, кому вы несете деньги и просмотры. Весь контент высасывается из пальца, и большая часть глупые топы лошадей, основанные на ее мнении. Просто навязывание своего мнения зрителю. И зритель это хавает. Ставлю отрывок мнения прекрасного блогера Акс Найт, который является автором знаменитого сериала Этернити. Осторожно, читаю без цензуры. Я не боюсь услышать ваше мнение по этому поводу, даже если оно отличается от моего. Мне максимально похуй, что мои проекты попали в стопку обоссанных сериалов. Зацепил тот факт, что человек ни во что не ставит труд и старания других людей. СНГ, ССО, Ютуб – очень маленькая комьюнити. И как же мерзко от факта, что этот человек стоит в топе самых крупных каналов. Алинка, блять, сериалы и фильмы по ССО – это в первую очередь, сука, творчество. Тут люди дают свободу своим мыслям и фантазиям. Для кого-то из авторов таких вещей ты – пример подражания. А своими высказываниями по типу Ваню Чаобоссанной пораженные сериалы ты могла обломать эти крылья свободы. Человек послушает и положит хуй на свое творение, ибо его, возможно, любимому блогеру жуть как не понравилось. Вот мой фильм «Чемпионка» собрал больше всех просмотров. Давай, блогер-18 тысячник, тягайся с ребятами, у которых 100-1000 подписчиков. Давай, тягайся с нашими цифрами. Ты чё, блять? Охота заработать с этого фильма, чтобы была какая-то мотивация. Не побоюсь сказать, что все эти люди мотивируются вниманием, а не, сука, финансами. Я бы не осуждала это. Если б ты вела себя уважительно к их труду, ты имеешь шанс получить за это деньги, да? Но хоть один чел из массовки получил хотя бы копейку. Мы – кучка активистов, которые делают это для себя, а не для вонючих денег. Какое ты, сука, право имеешь так грубо высказывать свое недовольство. Чемпионка давно не смотрела эту хуйню. Да и когда смотрела, всерьез почти не воспринимала. Сюжет достаточно банальный. Актерская игра дублеров у большинства оставляет желать лучшего. Большинство кандеров – один сплошной ляп. Да, там было много людей. Массовка тут хороша. И чё, блядь? Я безумно горжусь каждым человеком, который ступил на тропу это его искусство. Безумно горда за людей, которые получили внимание за свои проекты. Снимите вы одни сериалы. Вы с кем-то плевать. Вы, сука, охуенные ребята. Не смейте бросать это дело из-за таких ценителей. Я, блядь, вас люблю. Далее я читаю комментарии ребят. Фу, как она противна. Уже не первый раз на стремя она говорит что-то провокационное, чтобы себя сделать божеством, а других опустить на дно. Я её чемпионку посмотрела от силы минуту и закрыла. Ибо, ну, это шутка для детей шести лет. Её же основная аудитория. Ноль смысла заложенного. Всё да банальщины угадываемо. Про голос Алины вообще молчу. Ибо мне никогда не нравился. Подытожу. Если её тыкнуть в то, что она не пуп земли, там начинается масса оправданий. Пора уже снять корону и массово отменить её зрелом комьюнити. Пусть сидит с детьми. Отмените её уже нахуй. Господи. Уже давно пора понять, что членов на дне. Её ролики невозможно смотреть. От её голоса уже с ушей кровь льётся, как водопад. Про её сериал вообще молчу. Для какого он возраста сделан? Пять лет? Десять лет? Я хоть и не смотрела ваш сериал, но уверена, что он куда лучше. Не опускайте руки. Я вот только не знаю, если честно. Потому что, ну, как бы я по сериалам вообще никуда. Но тот кадр, который встали из Рейнджеров. Я вроде бы помню, что где-то он у меня когда-то мелькал. И что это действительно что-то новое было. А тот кадр, который вставили с Чемпионки. Я немножечко просто не понимаю, какого он года. Я не помню, в каком году у нас пони Ченкотик добавили. Но внешне... Ну, понятное дело, что там уже... Там старенькие наши персонажи, спички, но они были и год назад. То есть, если, допустим, разница того и этого сериала всего лишь там полгода-год, ну, уже точно наверняка год, то это очень странно. Потому что по стилю он больше напоминает сериалы 2017-19 года, чем те, которые можно снимать сейчас. Потому что возможностей сейчас намного-много больше. Я просто не знаю, что еще сказать. Сравнивать эти два сериала не вижу смысла, но я вот скажу честно, по... Просто вот дайте мне эти два кадра и напишите, что это два кадра из двух разных сериалов. Рейнджера мне нравятся больше. Потому что там так прям атмосферно. Мои дорогие, вы сами вправе решать, что и когда смотреть. Я лишь хотела открыть глаза на вещи, которые касаются меня, как блогера в первую очередь. Я хочу нести красоту в массы, а не хавать то, что делается за пять минут, и еще и получаю упреки за свой выбор. Так что передавайте от меня горячий привет Алине. А я прощаюсь. До скорого. Вот что еще интересно или странно, но мне непонятно, наверное. Я не знаю, я запуталась. Надо, вот, знаете, иногда разницу. Разница у нас в том, что... Если, допустим... Ну, так как речь шла о сериалах, давайте поговорим о сериалах. Я, хотя я их не снимаю, но мне кажется, что-то да разъяснить и сказать интересное, полезное и, возможно, вдохновляющее. Мне говорят, что я это умею. Вот. То, если вы снимаете сериалы и начинается целая куча плохих комментариев, не спешите прекращать свою деятельность, потому что даже если комментарий действительно плохой и агрессивный, вы можете найти в нем что-то полезное. Возможно, вам скажут, что... Там... Фу, у тебя шипящий микрофон. Запомнили. Там, допустим, день рождения. Значит, мы копим на либо хороший микрофон, либо на наушники с хорошим микрофоном. Сейчас хорошие наушники с хорошим микрофоном могут стоить меньше пяти тысяч. Это факт, кстати. Вот у меня пока вот этот микрофон не сломался на этих наушниках, на котором я записывала все видео в течение точно полугода-года, как бы и разница между ним и настольным микрофоном за 16К почти нет. Жалко, что он сломался. Конечно, я бы им еще попользовалась. Ну а если есть действительно какие-то злостные комментарии, то как бы читайте, просто осознаете, но не бросайте это дело сразу, потому что если вы бросите, вы никогда не узнаете, что случится дальше. Возможно, вы сможете развиться, улучшить что-то, понять, как правильно снимать, как лучше снимать. И у вас будет хоть какой-то прогресс и какое-то развитие. Как говорится, не попробуешь, не узнаешь. А если просто тупо взять и бросить, то каждый так может. А вот дойти до улучшения и развития, это надо еще постараться. Так, следующее видео у нас тоже на эту же тему. Там будут примерно те же самые фразы, но вроде бы, по моим ощущениям, там есть некая доп. информация. Там, в общем, будет чуть-чуть побольше. Вот это видео от Вивьен, тоже ССО-ютубер. Ни разу не смотрела, но вроде где-то что-то мне скидывали и мелькало. И вообще, кстати, я вот настолько засела как бы в своих делах, там, в работе, в своем канале, в своих каких-то там проектах, что на самом деле чаще всего я на Ютубе смотрю просто либо музыку включаю, либо какие-то корейские милые видозики с канцелярией. Да, ставь лайк, кстати, если тоже любишь корейскую милую канцелярию. Так, значит, следующее видео от Вивьен. Привет, котята! С вами Вивьен. Спасибо, что нажали на это видео. Сегодня я, как и моя коллега Получина, хочу высказаться о канале Претечлены. Миленький канал, или канал, перед просмотром которого лучше надеть ушные затычки, иначе не только ваши уши начнут обливаться кровью. Никогда не думала, что буду записывать это видео, но после просмотра одного короткого ролика мой гнев на данного персонажа взорвался окончательно, и сегодня я хочу высказать все, что думаю. Я никогда не была фанатом данного персонажа, потому что какой-либо симпатии члена он не вызывает. Хочу разложить по полочкам составляющие этого организма. Хочу начать с видео Алины, которое она посвятила мне, назвав меня маленькой девочкой, у которой нет денег задонатить. Не тебе уж точно лезть в карманы других людей. Жаль, что в твои 20 лет тебя задевает то, что кто-то скупает старых коней. Или тебя больше задело, что я не твоя очередная фанатка, ведь они покупают лошадей исключительно из твоих топов, ведь ты лучше знаешь кто, где, когда и как. Думаю, не стоит тянуть, и можно переходить к ее отношению к аудитории. Вкусы, конечно, у всех разные, но неужели кому-то нравятся абьюзивные отношения к себе, когда человек, которого ты любишь, восхищаешься, напрямую тебя оскорбляют и хочет от тебя только денег. Которые мои подписчики по мастям у тенниси почему-то выигрывают гнидое яблоко. Гнидое яблоко. Какой да, он ее любит, я не знаю. На канале Алины вы не увидите ни одного... А, кстати, я, походу-то, купила ту самую масть. Гнидое яблоко? Он же один такой теннисиец, да? Я же его, по-моему, купила в итоге. Вот это я не знаю по поводу маленьких донатов, но... Ну, как бы, это я вообще ни капельки ни разу сейчас не обсуждаю, но просто... Я человек очень эмоциональный, когда даже мне скидывают вот самый минимум у меня на стриме это 50 рублей. Я просто такая... Вау! Типа, спасибо большое! Просто... Потому что, на самом деле, как бы, это очень приятно, что человек хочет тебя чем-то поддержать, помочь, скинуть, сделать тебе приятно. И я лично этому очень безумно сильно радуюсь, прям очень сильно. Неважно, какую сумму подписчики там или зрители просто твоего канала хотят тебе кинуть в поддержку. Мне кажется, я считаю, что любой ютубер, кто получает вот эту помощь, вот эту поддержку, должен всегда быть ей безумно благодарен. Исключение... Ну, как бы, не исключение, а понимание. это когда, допустим, на Твиче многомиллионные стримеры, которые не могут постоянно, к примеру, смотреть в чат, постоянно смотреть, кто им что... кто им... сколько чего скинул, или если у них, в принципе, такое правило на стриме, что они никогда не смотрят в чат или не смотрят в... ну, нет, в чат они иногда смотрят, там, если, к примеру, есть возможность, или что они не смотрят именно в донатную, как бы, оповещалку. Вот, я таких стримеров наблюдала, то есть, там, им либо очень много постоянно капает доната, понемножку, по чуть-чуть, суммы разные, но они с такой скоростью меняются, что, разумеется, человек в какой-то момент, ну, он не сможет, у него два варианта, он либо весь стрим смотрит, сидит на вот этот вот список донатов, либо он сидит и стримит то, что он стримит, то есть, игру, или, я не знаю, там, что-то еще, и тут уже, как бы, ты понимаешь, что тебе важнее контент делать, снимать для того, чтобы, как раз, людям нравилось, народ оценивал и хотел бы тебе еще больше в поддержку кинуть донатиков. А теперь на их мнение я делаю контент ради себя и ради денег, которые зарабатываю. Большая часть аудитории членов относится к детской категории, которые смотрят на Алину и думают, что такое поведение норма, но это совершенно не так. И на своем миленьком канале Алина воспитывает стадо, которое в будущем не будет иметь свое мнение и будет таким же лицемерным и гнилым. Уже на этом моменте стоит пересмотреть свое отношение к ним. Далее ютубная блоха очень грубо прошлась по ютуберскому комьюнити с ССО, сказав, что наши фильмы, сериалы и так далее полный калм, но зато ее фильм чемпионка оказался самым просматриваемым и крутым. Понимаете, просто я не могу смотреть на эти вонючие сериалы, я, извиняюсь, сейчас обсираю все сериалы в Старстейбл, но, ребят, я не увидела еще ни одного годного сериала в Старстейбл. Какая-то параши, какие-то микрофоны, какая-то фигню, короче, снимают. Мой фильм чемпионка собрал больше всех просмотров, чем эти обоссанные все сериалы, поймите это. Можно замутить еще один фильм. Минуточку, минуточку, специально, специально решила загуглить. Фильм чемпионка был снят два года назад. Возможно, тогда на два года назад он был популярен, его много раз смотрели, а сейчас его кто-то просто пересматривает. Но сам факт, нельзя сравнивать контент в постоянно меняющейся, развивающейся игре два года назад и вот сейчас буквально несколько месяцев назад, ну, точнее, в 23-м году, ну, как бы, это нелогично, так сказать-то. Но это действительно нелогично. Это два года, да, конечно, там два года, да, для нас с вами, что там всего лишь два года, но в постоянно обновляющейся игре, в которой обновления идут раз в неделю и буквально у тебя в одном месяце у тебя было старое СУСО, а на следующий там месяц уже там через две недели у тебя обновление персонажей, обновление там почти всего, у тебя за месяц произошло просто обновление интерфейса кардинально и вот механические всякие действия с лошадью и на следующей неделе у тебя обновление персонажей, все, у тебя в один месяц игра кардинально поменялась. как бы ну зачем неразумно сравнивать наверное два сериала с такой разницей наверное, может я что-то не знаю, но мне кажется это слишком большой промежуток. фильм охота конечно заработать с этого фильма чтобы ну как-то какая-то мотивация была снимать фильм, да, то есть чтобы была у Алинки мотивация снимать эти фильмы эти фильмы, да, я вас хочу попросить я могу снять фильм при условии если вы этот фильм посмотрите через VPN если посмотреть через VPN вы дадите мне ну как бы не дадите а я заработаю с этого денег данный фильм я посмотрела две минуты и выключила нахуй потому что вот он настоящий кал сделанный на шагу и ты даже не удосужилась найти нормальный пресет чтобы хоть картинка была красивая о какой пиздатой работе может идти речь марш нравится мне клевляться нравится я родилась уже клоуном и ты видишь макияж на мне при этом ты говоришь о том что типа я не буду снимать то что вам нравится ради денег деньги зай я могу привести большое количество фильмов и сериалов которые сделаны в разы лучшие за которые я дала бы все свои деньги но увы действительно хороший контент люди не смотрят людям нравится говно они его смотрят поэтому в этом видео мы поговорим об этом говне дабы вас замотивировать и обратить ваше внимание после Алина сказала что готова сделать что-то еще но только если вы посмотрите с VPN ведь хочется получить какие-то деньги за свои старания ведь это мотивация мотивация это в первую очередь сука внимание не деньги ты орешь в микрофон будто тебя изрезают на мелкие кусочки и потихоньку выковыривают все твое составляющее говоря что у наших фильмов звук как из-под воды уж лучше так чем мои перепонки начнут кровоточить можете даже не писать что человек пытается заработать окупает видюхи процессоры по 40к при этом жалуются что у нее лагает с решейдом также Алина почти нигде кроме своего канала то и не появляется а знаете почему первое длинный язык второе девочка зазвездилась и отказывает всем как в интервью так и в других сотрудничествах а как только ей отказала Настя Лир так сразу побежала плакать а также радовалась когда обогнала Настю хотя уже на тот момент не вела свой канал так активно поэтому ниже смысла радоваться соклубники и претти такой же отдельный вид искусства которые ради меня прибежали на другой сервер и в открытую на стриме стали высмеивать одна из них даже нормально букву Р выговорить не может так еще и озвучивает фильмы Алины перед тем как мне что-то писать сходи к логопеду такое поведение участников Алины неудивительно какая глава такие участники такое чувство что правил в клубе собственно нет а если есть то единственное в котором написано унижать других блогеров наверное мои высказывания были грубыми и задели чьи-то чувства но я не хочу об этом молчать всем спасибо за внимание всем пока-пока так если я куплю себе вот тут где-то вот где сейчас если я куплю себе вот этого Готланда это же Готланд знаете на это повлияла она потому что я что-то думала что Готланды мне не нравятся а тут он такой с корешечкой да такой еще красивый масти значит все мы посмотрели эти два видео я могу только подтвердить что ну как бы подтвердить сказанное что я не смотрю про эти чел никогда не смотрела ровно по тем же самым причинам по которым озвучивают девчонки в этом видео потому что мне не нравится как все показано в видосах как озвучиваться с какой энергетикой как громко я действительно вот то что вот последним видео Вивье написала что кровь из ушей это действительно вот для меня это вот да 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 вот то же самое точно такие же ощущения и кстати как показывает ну не практика скажем так ну да наверное как показывает практика чаще всего те люди которые не смотрят про эти чел у них ощущения примерно одни и те же это им не нравится как она вещает в плане громкости писклявости и как будто как будто действительно ее кто-то режет очень странно вот но но как говорится это наше право да я не знаю как вам это видео понравится оно вам не понравится я ничего не могу сказать про именно про эти чел потому что я ее не смотрю я за ней не слежу я на нее не подписана я с ней как бы ничем не связана никак не общаюсь и все вот но мне очень понравилось как видос сняли девчонки именно постановочно кадры как это все сделано очень понравилось именно в плане видеомонтажа вот это единственное что я могу сказать конечно да сейчас пойдет по всему СНГ сообществу на эту тему волна хайпа черного хайпа в общем всего и не исключено что это видео тоже как-нибудь зацепит это все хотя не хотелось бы потому что это просто видео реакция на то есть это просто видео реакция таких видео может быть сколько угодно любой человек может записать реакцию на какой-либо видос вот к примеру уже на анимации снимают так почему бы мне бы не снять на вот эти два видоса да в общем я наверное это видео завершу тем что хочу внести вам немножечко вдохновения хотя я стараюсь всегда вас вдохновлять радовать но сегодня это мне кажется нужно всем как как никогда не бросайте свое дело старайтесь развивайтесь думайте над тем что нужно сделать чтобы ваш контент был лучше как найти свой собственный стил это нужно пробовать стараться пытаться и к сожалению ни одна дорога к развитию или же к успеху не может быть безошибочной то есть всегда будут какие-то препятствия косяки ошибки но именно благодаря этому вы сможете вырасти не обязательно в чьих-то но возможно в своих глазах ну а на этом все я с вами прощаюсь не забывайте тренировать своих лошадок чистить их а также угощать морковкой всем пока удачи вам ну и до встречи в следующем видео удачи вам удачи вам Редактор субтитров А.Семкин